Текущие сроки, текущие цели и задачи стоят следующие. До конца текущего года завершить строительство объекта. В первом квартале следующего года этот объект открыть. На несколько месяцев мы сроки государственной программы сократим. Изначально школу в микрорайоне Эковидное намечали сдать к сентябрю 2025 года. Но идя навстречу пожеланиям руководства округа и депутатского корпуса, застройщик выделил дополнительные мощности на строительство школы. Теперь плановый срок сдачи – начало следующего года. Объект достаточно большой, объект не типовой, а объект достаточно интересный и привлекательный, имеет целый ряд специфических архитектурных решений, отличающих его от других объектов Московской области. Проверить ход строительства депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал с однопартийцами, исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Митрякиным, председателем Совета депутатов Станиславом Браченко и победителями предварительного партийного голосования Валерием Скляром и Ксении Демченко. Большой акт университет. Из пожаротушения монтировано, кондиционировано провели. В принципе, идем к винишу. Какой потолок? Панель акустическая, да, они заказаны тоже, полного объема ожидаем. Школа на 1100 мест имеет площадь 17 тысяч квадратных метров. Учебное заведение будет состоять из двух зданий, объединенных между собой переходами. Помимо классов здесь будут расположены мастерские, два физкультурных, читальные и актовые залы. Полностью смонтированы все пять трансформаторных подстанций, они полностью запитаны, то есть постоянное электроснабжение для школы, для садика, для всех жилых домов. Часть мощности была предоставлена, выделена в том числе и на школу. Мы и сами мощности получаем от них. И, соответственно, кабель, как я сказал, они до обвода в здание строят в рамках инвестиционного соглашения с администрацией. Поэтому у нас проблематики именно в этой части и в принципе по объему ресурсу никакой нет. Рядом со школой идет строительство детского сада на 310 мест. Работа над ним ведется параллельно. Таким образом, два здания и прилегающая инфраструктура будут сданы в эксплуатацию одновременно. Спортивное ядро школы, вдоль школы будет само футбольное поле, будет достаточно большое по габаритам. А здесь будут детские спортивные игровые комплексы с возможностью вечернего посещения жителями всего микрорайона. Контроль за строительством социальных объектов со стороны представителей партии «Единая Россия» ведется на постоянной основе. В том числе и для того, чтобы, если у строителей возникнут какие-то непредвиденные вопросы, оперативно подключиться к их решению. Это объект государственной программы и финансируется из бюджета Московской области в большей части. Поэтому, конечно же, бюджет Московской области утверждается Московской областной думой, где решающую роль играют как раз сторонники партии и члены партии «Единая Россия». Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.